9 декабря в Баране состоялась конкурсная шоу-программа «Маленький принц-2017». Это мероприятие многие годы является своеобразной визитной карточкой Бараньского дома культуры и пользуется большим интересом и любовью зрителей. Чем отметилась юбилейная 10-я конкурсная шоу-программа, знает моя коллега Галина Башкова. Конкурсная программа «Маленький принц» традиционно проходит в два этапа. Несколько месяцев тому назад во Дворце культуры Барани состоялся кастинг. В отборочном туре приняли участие более 15 мальчишек в возрасте 6-8 лет. Однако в финал вышли только шестером. Это уже традиционный, сложенный фестиваль, можно сказать, статуса, поскольку в нем принимают не только конкурсанты из города Барани, а также из Орши. Это, наверное, говорит о том, что популярность и значимость этого конкурса все-таки приобрело уже свою какую-то стезю. Ну и, конечно же, это дает какую-то популяризацию творчества наших юных талантов. Это сегодня соискание наших талантов, насколько мы сегодня можем раскрыть их таланты. Ну и это дает возможность сегодня реализовать себя на сцене, дает возможность родителям принять активное участие. То есть такой семейный хороший конкурс. Мы очень старались, очень готовились. Почти два месяца была такая очень интенсивная подготовка, репетиционная работа. Много проделано и родителями, и детьми. Естественно, сложно, потому что на фоне девочек мальчишки выглядят, может быть, не так красочно, но все равно они очень стараются. И даже по некоторым конкурсам в этом году мы ввели впервые такой вот танец-стрит-дэнс, уличный танец с элементами брейк-данса. То, что сейчас интересно, им нравится и пользуется популярностью. Они с таким удовольствием это делают, танцуют, это даже видно по ним. И они на репетиции просто собирались и сразу кричали, давайте танцевать, брейк-данс, все. То есть им это очень нравится, то, что им ближе. И в визитных карточках мы отошли немножко от сказочного образа, мы всегда выходили в сказочном образе. А в этом году это будут принцы определенного королевства. Они рассказывают о себе, как принц, например, я принц-спасатель, да? Я принц, я мечтаю быть спасателем, мечтаю быть пожарником, поэтому сегодня я принц-спасатель. И вот поэтому я здесь и такой. То есть, ну вот, будут необычные, каждый будет представлять свое королевство, которое в разных костюмах, в разных образах. Это будет, мне кажется, интересно. Помимо обновленных конкурсов, шоу-программа включала творческий вокальный номер и пародию. Среди финалистов – ученики начальных классов учебных заведений «Барани». Впервые в конкурсе приняли участие два аршанца. Мне рассказала мама и предложила поучаствовать. Я согласился, потому что мой брат уже участвовал, и я захотел тоже поучаствовать, как он. Мне нравится больше всего брейк-данс, потому что это мой самый любимый конкурс. Висела афиша, и я узнал, когда это все и где это проходит. И я решила поучаствовать в этом конкурсе. Помогала готовиться мама. Ну, а так мы готовились, ну, не очень трудно и не очень легко. Подготовили одежду, подготовили, ну, много чего. В конкурсе я жду удачи. Артистизм, музыкальные и танцевальные способности. Умение свободно держаться перед публикой и огромное желание выступать на сцене. Вот что оценивала в первую очередь компетентная жюри. Судить детей сложно, рассказала Анастасия Турок, ведь все они уже победители. Сегодня мне предстоит впервые оценивать то, как будут выступать маленькие принцы на этой сцене. И, конечно же, это большая ответственность, потому что обычно выступаешь в другом качестве. Вот, но я уверена, что все подготовились ребята замечательно. И однозначно будет много позитива. И сегодня хорошее настроение будет точно у всех. Дети, они всегда непосредственные. И всегда очень интересно наблюдать то, как они проявляют свое творчество, свои способности. Поэтому я думаю, что самое важное, чтобы они были искренними. По итогам конкурса главным принцем этого года стал Иван Корчевец. Вице-принц также оршанец Матвей Булыга. Егор Казанович победил в номинации «Принц-галантность». Бесподобный артистизм на сцене показал Артем Кравцов. Покорил жюри обаянием Ярослав Анташкевич. А оригинальность продемонстрировал Ростислав Головин. Галина Башкова, Алексей Цибульский из Дворца культуры города Барань.